Привет, друзья! В этом видео речь пойдет о донном монтаже для ловли плеча или о самом популярном видеоролике на этом канале. И почему, друзья, на монтаже я использую два больших крючка 12 или 14 номера и почему это неразрывно связано с насадками для ловли плеча. В оригинале это паттерностер или петля гарнера, как его еще по-другому называют. На паттерностере находится всего один крючок небольшого размера, в отличие от того монтажа, которым я ловлю плеча, где используются два крючка и крючки большого номера. Большие крючки, в отличие от маленьких, дают ряд преимуществ. Преимущество первое. При помощи большого крючка, не будем, друзья, забывать, что там, где находится лечь, есть всегда густера, синец и тот же самый ерш. И большие крючки помогают отрезать мелкую рыбу, всякую как ерш, маленьких густеров и синчиков. Хотя бывали такие ситуации, когда даже на большие крючки они попадались. Это первое преимущество больших крючков по отношению к маленьким. Второе преимущество больших крючков в том, что можно нацепить огромное количество насадки. Тем самым, используя, допустим, бутерброды. На один крючок, допустим, нацепить кукурузу и горох, на другую, к примеру, опарыша или червяка вместе бутербродом. Лечь рыбок насадком избирательно. В отличие от той же самой плотвы. Теперь, друзья, давайте представим ситуацию. Вы используете маленький крючок. Нацепили бутербродиком, допустим, пару личинок опарыша и немножко червячка. И простая плотвичка или тот же самый синчик или ёршик легко и без напряга это всё дело заглотит. И давайте не будем забывать, что стаи того же ёрша, плотвы, ельца и густеры куда больше, чем стаи лечка. И в итоге ничего лечику не достается. Он просто не успеет заглотить. А почему, друзья, паттерностер или же петля гарнера? Это весьма простой монтаж на две петли, которые вы легко и без напряга можете связать. В случае потери монтажа на реке, вы легко свяжете его заново. Зачем же всё-таки, друзья, использовать два крючка вместо одного? Допустим, на два крючка мы нацепили бутербродом. И на первый, и на второй. И так у нас на снасти находятся теперь уже четыре насадки. Для экономии, в принципе, времени и для того, чтобы как можно быстрее понять, какую насадку сегодня на рыбалке предпочитают лечь. Это твоя аудитория, которая пишет про монтаж. А там два крючка больше зацепов. А там больше запутаться. А если отталкиваться от такой точки логики, то есть вообще отталкиваться от такой точки, там запутаться, там зацепиться, там оборвётся, там не крюнет. Зачем вообще на рыбалку ходить? И тратить нервы. Проще сидеть дома. Итак, нацепив четыре насадки на монтаж, на поводок у нас там два крючка, то есть по две насадки на крючок, мы легко определяем, на какую сегодня насадку клюет лечь. Какую насадку он сегодня предпочитает. Дальше делаем следующее. Я всегда так делаю. Когда понимаем, какую насадочку он сегодня берёт, на оба крючка я нацепляю именно эту насадку. И шансы поймать леча у меня удваиваются. Благодаря этому мне удаётся ловить лечиков побольше, чем ловят другие рыбаки.